Приветствую вас, друзья! Это уже 15-й день моего челленджа. Разговора на камеру. И сегодня речь пойдет о таком явлении, как блогерство. А именно, блогерство как способ заработка, как профессии, как работа. В современных реалиях это уже стало явью. Но многие продолжают в этом сомневаться, как-то не верить. И я часто встречаю в комментариях такие высказывания, что... Типа того, что ты там снимаешь, иди лучше на завод работать, с камерой любой может ходить. Ну, я с этим не соглашусь, потому что это на самом деле не так легко, как кажется на самом деле. Взять камеру и пойти, да, может любой. Но делать именно какой-то хороший контент, который приятно будет смотреть, может не каждый. И в этом-то и заключаются разницы. Если прилагать какие-то усилия для создания материалов, видео, то контент зачастую получается качественный, и это смотрят люди. Подписываются на каналы, делятся с друзьями и так далее. Это... Можно сказать, что профессии. И со временем такие видео могут приносить, соответственно, доход какой-то. Именно поэтому можно считать блогерство как профессию, заработок, работу. Иногда даже получается вкладывать больше времени, чем если бы вы ходили куда-нибудь на работу, там в какой-нибудь офис или на тот же завод. Если снять видео, например, длиной на один час или на два часа, представьте, что вся съемка займет, скорее всего, больше двух часов. Если видео будет длиться два часа, то съемка займет гораздо больше времени, с учетом того, что будет много дублей. И также монтаж этого видеообработка займет в три раза больше времени, а то и больше. Это если повезет. Поэтому люди монтируют там многими часами, там всю ночь сидят с монтажом. И это действительно тяжелая работа, можно сказать. Но в этом есть какая-то доля творчества. Она подходит в основном для тех, кто склонен к какому-то творчеству, кто хочет творить, что-то создавать. Именно не быть потребителем, а быть производителем какого-то контента. И чтобы это оценивалось по достоинству, во-первых, в денежном эквиваленте, а во-вторых, чтобы людям было интересно это смотреть. Поэтому такие комментарии, что каждый так может, не прокатывают. Не каждый так может. Каждый может снимать, но делать именно контент качественный может, естественно, не каждый. Вроде бы все, что хотел сказать, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Как вы смотрите на то, чтобы зарабатывать с помощью блогерства? Я думаю, что это перспективная профессия. Сейчас в интернете достаточно много площадок, таких как Дзен, Ютуб, Яндекс.Эфир. Например, недавно встретил еще какую-то, по-моему, заграничная какая-то, тоже платит деньги даже за подписку. Ты пишешь статьи, там записываешь видео, публикуешь. И подписчики, они делают подписку на твой канал. И ежемесячно ты устанавливаешь сумму, и они тебя отчисляют. Например, там 100-200 рублей. И чем больше у тебя подписчиков, тем, соответственно, выше заработок. Например, 200 рублей с 1000 человек – это уже ощутимый доход, я считаю. Поэтому это прибыльно, этим заниматься интересно, увлеченно, увлекательно, вернее. И забавно даже, я бы сказал, ты открываешь в себе какие-то новые качества, которых раньше у тебя не было заметно. Это я вот сейчас по себе сужу просто. Когда я начал записывать видео, то поначалу было вообще просто первое видео, которое я снимал. Это было очень-очень-очень давно. Я его снимал, наверное, целый день, точно. Или даже два дня я его снимал. Но факт в том, что длилась она всего, наверное, две минуты. Во-первых, мне все не нравилось. Как я выгляжу, как я говорю. Я переснимал это, переснимал это, постоянно переснимал. На самом деле, видео длится две минуты, а переснимать приходится немеряное количество раз. Мне кажется, что все не то, все не так. И хочется сделать идеально. А на самом деле, я понял одно, что идеально делать не нужно. Нужно делать нормально, средние качества. Иначе перфекционизм ни к чему хорошему не приводит. Как-то так. Что ж, друзья, это был 15-й день моих разговоров на камеру. Так называемый челлендж. Буду продолжать делать, хотя смотрят очень мало людей, только подписчики, потому что канал ограничен в показах, в ленте. Но упорство, упорство и обещания стоит выполнять. С вами, как всегда, был Александр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok